Доктор права, академик Владимир Ваханя, представил в Тбилиси книгу, написанную в Руставской тюрьме, «Колхидско-грузинский эпос. Последние слова Христа. Воскрешение Лазаря». Презентация книги состоялась в четверг, 25 апреля, в Тбилисском международном пресс-центре РИА Новости. Суть этой книги, она, в общем-то, представляет собой трилогию, определенную. Это «Колхидско-грузинский эпос. Последние слова Христа». Ну и «Воскрешение Лазаря». Здесь имеется в виду, то есть собраны материалы, документы исторические, научные, при котором рассказывается о древнейшей истории Грузии, которую представляла «Колхидско-грузинский эпос. Последние слова Христа». Находясь в заключении, Владимир Ваханя изучил более 80 различных источников. Книга была написана автором за полгода, в январе и июне 2011 года. В издании дан анализ исторических документов, как грузинских авторов, так и авторов античных времен. Геродота, Страбона, Ксенофонта, Гиппократа, Родосели, Платона и других. «В своих произведениях отмечали, хотя это было, так сказать, видимо, нелегко, или было мало материалов, отмечали, что в существу Грузия, его уголки сегодня, которых мы подразделяем на Абхазию, Мегрелю, Кахетию и Меретию, Картли и другие более, скажем так, малые подразделения. В Грузии они представляют один этнос, один грузинский этнос. Просто у них были отдельные родовые корни». Как отмечают ученые, древнейшую историю Грузии представляет колхидская и берийская история, которая в то же время является изначальной историей мира. В своем выступлении Владимир Ваханя также упомянул анекоматический диск Фистоса, датированный вторым тысячелетиям до нашей эры. Он был обнаружен в 1908 году доктором Луиджи Перне на острове Крит во дворце Фистоса. «Диск Фистоса, который был обнаружен на острове Крит, который датируется своим происхождением 4 тысячи лет тому назад, который был расшифрован, в общем-то сказать, на мегрельском, частично-сванском и ласском языке. Причем оно считается в мире первым письменным документом, которым были печатные буквы. Вот этот факт, конечно, для этого стало еще раз полагать, что грузинская цивилизация является, древнейшей цивилизацией, является одним из истоков культуры и образования мировой цивилизации». Именно лингвистически и в определенной мере на исторической и религиозной основе автор во второй части книги расшифровывает в последних словах Христа личность библейских персонажей и происхождение древних народов, таких как шумеры, египтяне, инки, элины, римляны, арабы, а также происхождение современных европейских народов, в том числе немцев, британцев, скандинавов, русских и другие. Общий обзор этих вопросов происходит в виде колхска-грузинского эпоса и посредством представления его древней истории, которая по сей день недостаточно изучена. «Никто не мог расшифровать, и библиологи, и сами авторы Нового Завета трактовали эти слова, как будто бы Христос сказал «О Господи, зачем Ты меня покинул?». Но эти слова не были сказаны ни на еврейском языке, ни на греческом, ни на римском, вернее, на латинском, либо на современном итальянском. И, естественно, авторы, свидетели этих слов, напрямую, как они услышали, так и написали. В смысле слова были «Эли, Эли, лама сабактами», что, в общем-то, шифруется, скажем так, как «Отче мое, я иду к тебе». То есть он сказал, что не то, что, так сказать, не верит отцу своему создателю, а говорил, что, значит, последние слова были, что он идет, значит, к отцу своему. Будем так говорить, что его царство, так, если вот говорить богословным языком. И эту расшифровку этих последних слов Христа я, значит, сделал на мегрейском языке, потому что, то есть я бы сказал вот так, не то, что на мегрейском, это, наверное, уже посреди селковский язык, который был более богаче и имел гораздо больше слов. Третья часть книги посвящена стихотворению Иоанна Зосиме «Хвала и слава грузинскому языку», написанному еще в V веке. Иоанн Зосиме в зашифрованном виде предсказал, что второе пришествие Христа будет в Грузии. И сказал, что секретом языка, секретом, значит, в целом многих исторических явлений, связанных, значит, с появлением Христа и дохристианский период, связано с грузинским языком, который расшифруется именем, значит, его ученика и друга Христа Лазаря. Вот поэтому третья часть называется «Воскрешение Лазаря». Автор планирует перевести и издать свою книгу на русском языке. Воскрешение Лазаря. Лазаря. Воскрешение Лазаря. Воскрешение Лазаря.